Дуплогнёздники белорусского паузерия Для знакомства с птицами, которые внезяются в дуплах деревьев, мы отправимся туда, где деревьев много. Да, мы идём в лес. К сожалению, из-за вырубки наши леса становятся всё более тонко сквозными, а в молодых деревьях естественных дупел не бывает. Да и вятлы, эти неутомимые строители, выбирают для гнездования стволы приличного диаметра. Почти все вятлы, кстати, относятся к первичным доплогнёздникам. Они выдалбливают дуплог самостоятельно. Кроме дятлов, в наших лесах на такое способны и некоторые синицы. Например, буроголовая гаечка. Но синичком по силу справится только с мягкой, полосгнившей древесиной. Нет, это не синички трудились. Здесь искал личинок чёрный дятел. Второе его название – жилна. В наших лесах чёрный дятел – самый крупный среди своих родственников. А этот дятел – самый маленький. Он так и называется – малый пёстрый. Размером он с воробья. Средний пёстрый дятел – покрупнее. И самый крупный из пёстрых дятлов – большой. Под стать большому пёстрому дятлу – дятел сирийский. В Паазирье он обитает в старых садах и парках. Это седой дятел. Своё название он получил из-за цвета головы. Похож на седого дятла – дятел зелёный. Он крупнее и ярче своего седоголового собрата. Дятел – белоспинный. Название полностью соответствует особенностям окраски. Трёхпалый дятел – размером он со сварца. А золотистая жёлтая шапочка имеется только у самцов. У самок шапочка серая. Птенцы большого тёстрого дятла подросли и уже выглядывают из дупла. Кормят их родители не только насекомыми, но и ягодами. Из десяти видов дятлов, обитающих в Беларуси, только один вид не способен долбить древесину. Это вертишейка. Вертишейка относится к вторичным дуплогнёздникам. Вторичные дуплогнёздники занимают готовые дупла, как эта большая синица. Она выбирает дуплом, подойдёт или не подойдёт. Возможно, понравится обыкновенной лазаревке? Нет, она полетела искать другое место для гнезда. В итоге лазаревка обосновалась здесь. А вот и результат. Они всегда хотят есть. Первая самостоятельная добыча сухой листик. Обыкновенная пищуха. Её тоненький клюв, изогнутый книзу, отлично приспособлен для поиска насекомых в узких щелях и трещинах коры. Но совершенно не годится для изготовления дупел. Эта птичка нашла готовое дупло и носит материал для гнезда. Многие птицы-дупло-гнёздники охотно занимают искусственные домики, синичники и скворечники. Садовая горехлодка. Это санец. А это самка. Горехлодкам нравятся неглубокие домики с широким витком. Большие синицы охотно поселяются в старых, почерневших дуплянках, куда проникает мало света. Противоположность большим синицам мухоловки-пеструшки предпочитают, чтобы их жилище внутри было светлым. Поползень. Еще один дупло-гнёздник. В случае, когда вход в жилище покажется поползней слишком большим, птичка заштукатурит литок глиной под свой размер. Если синицы и поползни могут воспользоваться старыми дуплами различных дятлов, то ни ясо-серая и ни ясо-длинно-хвостая ни в одном из дятловых дупел не поместится. Даже такой крупный дятел, как жёлна, может построить дом разве что для лесного голубя-клинтуха. В дуплах жёлны селятся и утки-гоголи. А большой крохоль, на то он и большой, нуждается в просторных дуплах с широким входом. Да, старые деревья с большими естественными дуплами, способные обеспечить жилтлощадью больших крохолей, длиннохвостых и серых ненясоцей, повсеместно вырубаются. И птицы будут благодарны человеку, если уничтоженные дуплистые деревья вернутся в леса и папки, хотя бы в виде дуплянов. Лучшее время для вывешивания домиков-совятников – осень. Тогда птицы успеют найти домик и поселиться там уже ближайшей весной. Прошлой осенью мы разместили один из совятников на краю перелеска. Интересно, понравится ли он совам? Кто-то выглядывает. Нет, это не сова. Это лесные сони. Они нередко селятся в синичниках. Лесные сони при всей своей миловидности не прочь разорить внизу синички или другого дуплогнёсника. Но поселиться в совятнике такого мы от сони не ожидали, ведь совы – их слишие враги. Селиться в дуплах и у дуплах – это одна из самых нарядных птиц. Впрочем, если подходящее дупло найти не удалось, сгодится и отверстие в бетонной плите. Основа рациона у дода составляют крупные насекомые. Например, медвёдки. Ещё медвёдка. И ещё одна. А сейчас к пенцам принеси личинку хруща. Вот и сам хрущ. Снова что-то крупное. Похоже на личинку жука-плывонца. Пока птенцы маленькие, родители ныряют в дупло и часто остаются там надолго, чтобы покормить, а заодно и согреть малышей. Подросшие птенцы сами перехватывают корм у взрослых птиц. Стоит лишь тем прийти на порог. Прошло ещё несколько дней. Дети размерами уже не отличаются от родителей. Пора готовиться к самостоятельной жизни. В просторном дупле старого ясеня загнездилась самка большого крохоля. Птенцы буквально через сутки после вылупления лишь только отсохнув, покидают дупло и следуя за матерью к ближайшему водоёму. Чтобы спуститься на землю, они должны просто прыгнуть. Вот такой у них первый полёт. Прыжок с берега не самое страшное. Главные опасности подстерегают по дороге к озеру. Пушистым малышам нужно пройти несколько сотен метров, пройти так, чтобы их не заметили ни лисы, ни енотовидные собаки. Даже аисты и цапли представляют для них смертельную угрозу. Будем надеяться, что утята успешно преодолеют все невзгоды на своём жизненном пути. Пожелаем им удачи! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok